Я сказал, стартуем! Кто живет на дне океана? Windows 8, которая рулит! Да, у тех, кто как я, все еще никак не может новое железо купить. Ну да ладно, давайте к отчету посмотрим, что там с моим говнокомпьютером происходит. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это у нас очередной отчет по Windows 8.1 Embedded, где я показываю свою операционную систему, что с ней сейчас, в каком состоянии она находится, с чего начну. Ну, отойду от темы. Ага, Take On Me набрала 1 миллиард просмотров. Для некроклипа, некро-хита 1985 года это прям очень много. Напомню, что в то время не было какой-то такой масштабной рекламы, раскрутки в интернете. И то, что хит 1985 года примерно начал набирать на уровне, типа, какого-нибудь мексиканского дерьма в стиле Диспосита, это прям чудо. Это говорит о кризисе в искусстве, в музыке, в современном шоу-бизнесе. Например, тот же самый Дэби Шмотт «Персонал Джазус» набрал всего лишь 120 миллионов, а тут целый миллиард, ребят. Ну да ладно, ну да ладно, ребят. Итак, показываю, какой здесь у меня установлен софт, естественно. Программы и компоненты, полностью чистая 8.1 Embedded. Сейчас Windows 8.1 Embedded, знаете, как что это вообще? Это как эксклюзивный какой-то супер-пупер автомобиль, который оброс уже легендами, что прямо это самая лучшая действительно винда. Я даже вот, не сочтите за кликбейт, добавлю название «Лучшая винда и вопрос». Хотя эту тему я уже развивал, я могу дополнить ее, что Windows 8.1 Embedded – это лучшая винда, но не для всех. Так, смотрим софт, параллельно разговариваем. Вот вам показываю, что здесь установлено. За время различных, господа, тестов, обзоров софта накопилось немерено. От чистилок до бэкаперов, до, блин, трекеров различных, виртуальных машин. Чего тут только у меня нет? Господи, у меня еще… А, оригинальный Minecraft Launcher даже стоит, я даже об этом забыл. Программа для разбивки жестких дисков или SSD, все это есть. Photoshop, 7-Zip, ну ничего такого прям трешового вы здесь не видите. Пакет моих обои. Есть даже Vegas, которым я не пользуюсь. Вот прям не могу я себя к Vegas приучить. Я знаю, что великолепная программа, но чуток, ребята, ну чуток не мое. Вот не знаю, что с этим делать. Так вот, по поводу лучшей операционной системы. Ребят, это операционная система для тех, у кого проблемы с последним DirectX. Если у вас 11-й, это прям красота вообще. Если у вас 12-й поддерживается, да, и железо неплохое, вы никаких там суперплюшек, прироста большого от Windows 8.1 MP не получите. Я в одном ролике уже рассказывал и брал за основу эксперимент одного канала под названием Peace Duke. Так вот канал называется, где чувак сравнивал, да, и показал, что на современном железе, например, игры работают в разы хуже, чем, допустим, на Windows 10. И пришел к, ну, закономерному, как бы такому, знаете, мнению, что классная винда, да, она быстрая, шустрая, но прямо, если железо новое, короче, она не покатит. Но если у вас железо, которому там 5-6 лет, 7 лет, различные Core 2 Quad, Xeon-чики старые, блин, Atlon X4, например, старенький i3, i5, блин, это классно. У меня на даче ноутбук, который отдал родителям, туда тоже поставил 8.1 MB, этот человек подарил мне ключ, все активировал, работает идеально. Традиционно показываю ошибки, система активно используется, вы все видите, прямо насилуется. Так, за 7 дней было 2 критических ошибки, это с кнопочки компьютер выключался. Вспоминай, один раз он реально завис, второй раз я не помню. Вот прямо завис, я его чем-то там заносиловал, я не помню, что я делал, он реально повис. Вот, Kernel Power, это компьютер, когда выключается из сети, без завершения. Вот, за 7 дней 38 ошибок, за 24 часа всего одна ошибка, ну, за последнее время ноль, ребят. И эта система постоит практически год. Впервые у меня так, знаете, когда я не хочу вообще винду менять. То есть, я там какую-то новую винду ставлю, я все равно откатываюсь обратно. Система работает реально идеально. Но на этом железе. Идеально, господа. Последние обновления были в 18.09. Есть необязательные какие-то, черт его знает, ставить, не ставить. Не буду ставить, скорее всего. Так как данная редакция будет поддерживаться до 2023 года, я получаю постоянно обновление безопасности. Какой-то новый функционал сюда не приходит. Из недостатков, все время есть ощущение, что система недоделанная. Действительно, одна команда начала развивать ту же самую Windows 8.1, да, пришла совсем другая команда, и на этом все закончилось. То есть, это и элементарно боковая вот эта панель с параметрами, да. Здесь есть панель управления классическая, да. А есть панель управления недоделанная, которая, ну, не получила дальнейшего развития. Еще одна из панелей управления, господа, вот она. То есть, куча каких-то штуковин, которые должны были развиваться дальше Windows 8.1.3, например, да. Но Microsoft на все это дело забила, и как бы дальше весь этот функционал не развивается. Магазин не работает, с плитками тоже все понятно. То есть, я тут элементарно просто закрепляю Win32 приложением. Те UVP, которые тут остались, работают, ну, через жопу. Иногда хорошо, иногда совсем плохо. Я добавил Керчь, добавил здесь Москва, Добровеличковка, Пинск. Ну, пока погода, например, нормально отображается еще местами. О, приложение упало. Перезапустилось. То есть, с UVP совсем все плохо, и работать, я как понял, они дальше вообще на 8.1 уже и не будут. Ну, они мне нахрен и не нужны. Я тут использую только Win32 приложение, и работают они действительно очень хорошо. Система крайне оптимизирована, и при всех нагрузках жрет очень мало. При стримах, при записях экономится как оперативная память, так и нагрузка на ЦП. Гораздо меньше, что даже под семеркой, что даже под десяткой. Почему-то именно под 8.1 падает огнелиз. Прямо почти постоянно там падает, пишется восстановить вкладку, падает, падает, хер его знает. Ни под семеркой, ни под десяткой таких проблем нет. Под восьмеркой есть. Именно поэтому я использую в качестве основного браузера, цент браузер, периодически все-таки огнелиз используется у меня, но в основном, когда приезжает с дачи мама, и то он иногда периодически падает. Система периодически засирается дворями, приходится чистить, потому что сами знаете, сами видите, какое программное обеспечение периодически приходится на данной машине запускать. Вот последний раз чистил, может что-нибудь осталось, сейчас посмотрим. Буду надеяться, что ничего не осталось. Не, ребята, все по нулям, все чистенько. Вот вам и отчет. Ошибок минимум, полностью дефолтная операционная система, никаких здесь действий в плане оптимизации я не делал, ничего вообще не шаманил, все работает идеально. Главное свои вот эти копачки не сувать куда не нужно, и тогда будет все во, во. Год работает система, все просто вот так, ребята. Ну ничего не поменялось, железо у меня то же самое, сейчас вам покажу, дабы не задавали какие-то там вопросы, какое у тебя железо. 8 гигов оперативной памяти, DDR3, 1600 МГц, допустим, у меня Atlon X4 840, довольно крайне бюджетный четырехъядерный процессор, 3100 МГц, здесь видеокарта, RX 550, 2 SSD, жесткие диски нахер все повыкидал, а нет, один бомжарик засунул. Вот, 2 SSD, пора уже почистить, забито уже нехило, как бы в принципе. 2 SSD не из-за понтов, а из-за того, что мало бабок, понимаете, машина постоянно деньги жрет, еще что-нибудь деньги жрет, поэтому я сначала один на 240 купил, хотел на 500 купить, купил такой же самый на 240. В принципе, ничего страшного, а жить можно. Спасает облако на 100 гигов. Не знаю, за какие заслуги Mail.ru мне подарила 100 гигов, но, блин, они не отбирают их. Я бы сказала так, не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать подарок расценивать, то есть как внимание, которое там дороже моего какого-то дружеского отношения. А могли бы, как Майкрософт, меня кидануть. Я же был инсайдером, и они мне выдали там 30 гигов, а потом отобрали, вернули 5. Охренеть. Повторяюсь, это моя повседневная операционная система, я на ней все время работаю, сижу именно за этим компьютером, все видео монтируется за этим компьютером. Вот. И с чего я начинал? Лучшая ли это Windows? Нет, не самая лучшая Windows. Точнее, не для всех она лучше, для меня лучше, а для вас, наверное, не лучше. Если у вас современный компьютер, только Windows 10. Потому что современное оборудование, тем более для игр, здесь будет все как бы работать похуже. Да, быстро, шустро, но в играх будет падение производительности, например, да, или с работой с графикой, например. Ну, а если у вас такое унылое старое говно, как у меня, 8.1 прям просто ракет. Вот такой вот небольшой мини-ролик, я просто показываю состояние своей системы, ошибки показал, показал, есть ли AdWari или нет AdWari, какой софт установлен, надо, кстати, кое-что поудалять. Потому что многие спрашивают, какая у тебя винда, есть ли у тебя с ней проблемы, когда перейдешь под Windows 10, поэтому я периодически вот такие вот отчеты и делаю. Ну что ж, господа, на этом заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание. Всё-таки выбор операционной системы — это такая, знаете, индивидуальная вещь. На одном компьютере одно хорошо работает, на другом компьютере третье хорошо работает. Так что не всё так просто. Нужно, естественно, всё это дело попробовать, поковырять. Ну, наверное, следующий отчёт будет уже, наверное, к зиме. Не вижу смысла, там, каждые два месяца показывать, что с операционкой. Хотя кто его знает, может, к зиме я всё железо нахрен поменяю, я всё обновлю. Но вот когда буду менять железо, перед этим я сделаю отчёт. Покажу, в каком состоянии система находится, какое количество ошибок, какой софт стоит. Проверю систему на AdWare. Договорились? Договорились. Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!